Врачи, медсестры, все сотрудники медицинских учреждений принимают поздравления. День медработника – еще один повод выразить благодарность каждому. Хочу от имени главы Одинцовского городского округа Андрея Робертовича Иванова поздравить вас с наступающим профессиональным праздником. Это действительно праздник, который, к сожалению, к счастью, как угодно, можно сказать, касается каждого. Герои в белых халатах по-прежнему на передовой в битве с пандемией. Врачи продолжают бороться, несмотря на трудности, и всегда готовы прийти на помощь каждому жителю, отметила Татьяна Одинцова. Я хочу вас поздравить с этим праздником, пожелать вам самое главное, чтобы вы у нас все были живы и здоровы. Самое главное, чтобы ваши семьи встречали вас. Мало у них времени вас видеть, но чтобы они вас встречали и радовались, что вы приходите домой. Цветы и добрые пожелания наполнили этот день. Благодарственные письма вручили сотрудникам Ершовской амбулатории, Звенигородского и Никольского подразделений Одинцовской областной больницы, а также Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации. Поздравления продолжаются и в других учреждениях округа. Та битва, которую наши врачи приняли и до сих пор продолжается ковидом, это отдельная сила, какая-то их мощь, энергия, стоять по 24 часа в красных зонах, работать, не покладая рук. И огромная сегодня благодарность каждому врачу. Завтра мы поздравляем также в пределах, я думаю, требований всех на улице. Мы поздравим и также работников нашей центральной районной больницы, нашего детской поликлиники, рядом она охотится, женская консультация, затем по округу у нас еще есть фласиха, поэтому огромная армия людей. И всем им хочется сказать слова благодарности. Екатерина Крамер, телекомпания Одинцова.